Украина создала в России сеть агентов и сочувствующих, которые участвуют в диверсиях. И Киев предоставляет им для этого беспилотники, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки. Американские официальные лица считают, что эти проукраинские агенты внутри России осуществили атаку беспилотников на Кремль в начале мая, это было 3 мая, перед Днем Победы в России, за неделю примерно. То есть были запущены дроны из России. Однако неясно были ли другие атаки беспилотников, совершенные в последние дни, включая атаки дронов на Москву и Подмосковье, также совершены изнутри России этой сетью проукраинских агентов. Считается, что Украина предоставляет своим агентам беспилотники украинского производства. Два американских чиновника сказали CNN, что у Соединенных Штатов нет данных о том, что атаки были осуществлены американским вооружением. Но официальные американские лица не смогли точно сказать, как Украине удалось доставить беспилотники за линию фронта. Но два источника сообщили CNN, что она наладила хорошо отработанные контрабандные маршруты, которые могли быть использованы для отправки дронов или их компонентов в Россию. Сотрудник европейской разведки отметил, что российско-украинская граница обширна, ее трудно контролировать, что делает ее подходящей для контрабанды. Цитирую, это периферийный район России. Выживание – проблема каждого, поэтому наличные деньги творят чудеса, говорит источник. Кто именно контролирует эту работу, неясно, но источники CNN говорят, что за этим может стоять украинское разведывательное сообщество. По словам двух источников CNN, президент Украины Владимир Зеленский установил общие параметры того, что разрешено делать разведке и службам безопасности, но не каждая операция требует его согласования. Представитель главы службы безопасности Украины, которого попросили прокомментировать ситуацию, предложил в разговоре с CNN, что таинственные взрывы и удары беспилотников на территории России будут продолжаться. Публично высокопоставленные чиновники Соединенных Штатов осуждают удары Украины по территории России, но в частных беседах с CNN американские и западные чиновники заявили, что считают такие удары умной военной стратегией, которая может отвлечь российские ресурсы на защиту собственной территории. Цитирую, российское командование сейчас стоит перед острой дилеммой, укреплять ли оборону в приграничных регионах России или усиливать свои рубежи в оккупированной Украине, так говорится в недавней сводке британской разведки. Профсоюз голливудских актеров SAG «Автра», объединяющий около 160 тысяч человек, вынес на голосование вопрос о возможном объявлении забастовки в случае провала переговоров о повышении зарплат с представителями киностудии. Голосование закончилось ночью в понедельник, переговоры начнутся в среду. Помимо зарплат переговоры коснутся запрета на использование изображений актеров, созданных программами на основе искусственного интеллекта. Цитирую, мы окончательно вошли в эпоху цифровой и стриминговой развлекательной индустрии, и это требует рабочих контрактов, соответствующих новой бизнес-модели, говорится в сообщении профсоюза. На выходных студии сумели достичь соглашений с профсоюзом DJI, представляющим интересы режиссеров. Сделка предусматривает увеличение выплат, в том числе авторских отчислений от стриминговых платформ. Теперь соглашение должно быть одобрено членами правления DJI. Тем временем забастовка гильдии писателей Америки Writers Guild of America WGA продолжается уже месяц. Сценаристы требуют повышения зарплат и предоставления гарантии занятости. Забастовка уже привела к приостановке съемок новых сезонов таких известных сериалов, как «Очень странные дела» и «Дом дракона». Мать и ее 19-летняя дочь обвиняются в убийстве 71-летней бабушки в своем доме. Как передает Fox News, молодая девушка помогла дочери погибшей избавляться от тела ее ближайшей родственницы. Полиция считает, что 44-летняя жительница штата Мэриленд и ее 19-летняя дочь виновны в смерти 71-летней женщины. Убийство покойной, по данным следствия, случилось 23 мая. От останков матери обвиняемая якобы попыталась избавиться уже на следующий день. 2 июня полицейские приехали проверить состояние здоровья потерпевшей после того, как дежурный принял вызов от заявителя, переживавшего за пенсионерку, с которой он не общался в течение нескольких дней. Хозяйка дома разрешила осмотреть все помещения патрульным, но когда те спустились в подвал, то сразу почувствовали запах разложения. Полиция до сих пор не смогла установить мотив убийства, в совершении которого обвинили, получается, дочь обвиняемой и внучку, которую их считают виновными, дочь обвиняемой в соучастии. В настоящее время обе женщины находятся под стражей. Пока эксперты подтверждают личные жертвы, чьи части тела были найдены в доме, выясняют причину ее смерти. Во Флориде бездомный спас ребенка после того, как вор угнал машину с мальчиком внутри. Трехлетний ребенок дремал машине, пока его родители заехали к родственникам. Мать с отцом рассказали, что они не стали будить сына, так как планировали провести в гостях всего пару минут. Когда супруги отлучились, автомобиль угнал мужчина, не зная, что на заднем сидении спит ребенок. Через несколько минут угонщик заметил ребенка и выкинул его на обочине. Именно там мальчика заметил бездомный Даррел Эверман. Он успокоил его и вызвал полицейских. Я не увидел его родителей, он громко плакал, поэтому я решил проверить его, рассказал Даррел. Эверман оказывал всяческую помощь офицерам и помог ребенку воссоединиться с родителями, за что получил благодарность от шерифа и семьи мальчика. Сообщается, что подозреваемый в угоне все еще находится на свободе. Упавший у нас в стране бизнес-джет Cessna Cetacean, на перехват которого поднимались истребители F-16, принадлежал компании из Флориды Encore Motors of Melbourne, сообщил New York Times его глава Джон Румпель, глава этой компании во Флориде. По словам Румпеля, на борту находились его дочь и двухлетняя внучка, а также няня и пилот. The Daily Beast со ссылкой на отчеты Федеральной избирательной комиссии США пишет, что Румпель и его жена Барбара последние несколько лет жертвовали деньги кандидатам-республиканцам, в том числе сотни тысяч долларов поступили в фонд бывшего президента Трампа. По информации издания, Барбара Румпель также входит в женский руководящий совет Национальной стрелковой ассоциации и, как сказано, имеет прямые связи с офисом экс-главы государства. Самолет снижался, цитирую, со скоростью 20 тысяч футов в минуту. Никто не смог бы выжить от крушения на такой скорости, сказал Румпель. Он не исключил, что могла произойти разгерметизация салона. Самолет Cessna Citation потерпел крушение 4 июня. Выживших не нашли. По данным Федерального авиационного управления FAA, бизнес-джет вылетел из Элизабеттауна в штате Теннесси и направился в аэропорт МакАртур на Лон-Айленде в штате Нью-Йорк. Однако в ходе полета Лайнер неожиданно развернулся над Лон-Айлендом и вошел в беспилотную зону над Вашингтоном, округ Колумбия. Пилот не отвечал на вызовы авиадиспетчеров, в связи с чем на его перехват подняли два истребителя F-16. Как пишет Нью-Йорк Таймс, в округе Колумбия, Мэриленде и Виржинии был слышен громкий звук. Командование Воздушно-космической обороны Северной Америки, Нарад, заявило, что это был звуковой удар, связанный с тем, что истребители набрали сверхзвуковую скорость. Власти США подчеркивают, что F-16 не были причиной катастрофы. Звуковой удар вызвал, как сказано, ужас у многих жителей столичного региона, которые сообщили в Твиттере, что слышали громкий звук, от которого сотряслись земля и стены. Несколько жителей сказали, что слышали шум даже в Северной Виржинии и Мэриленде. Но еще одно сообщение. Помесь Лабрадора и немецкой овчарки попала в книгу рекордов Гиннесса за самый длинный язык. Его длина составляет 12 сантиметров. Как рассказали Сэдди и Дрю Уильямс, владельцы собаки по кличке Зои, питомица появилась у них, когда той было всего шесть недель. Супруги сразу обратили внимание на ее длинный язык. Цитирую, мы думали, со временем это исправится, но у нее все еще огромный язык по сравнению с туловищем, рассказала Сэдди. Пара добавила, что Зои пользуется популярностью среди соседей. Когда собака на прогулке, люди, особенно дети, всегда хотят ее погладить. Самой питомице нравится повышенное внимание. Мы предупредим всех заранее. Эй, она, то есть Зои, дружелюбная, но может пустить слюни на вас. Шутит Дрю. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго, до встречи в эфире. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»